Я памятник собственному разгильдяйству. Живу себе в сласть и не переживаю. Жена на работе, а я по хозяйству. Она на заводе, а я вышиваю. То крестиком я вышиваю, то гладью, покуда она на станке отучит гайки, а после готовлю, стираю и гладю, воды в рот набрав, гладю шторы и майки. А вечером ужин по третьему разу я грею на кухне пустой сиротливо и жду не дождусь, когда же эта зараза вернется домой после кружечки пива. И видишь ли стресс надо снять после смены натравя про свекровь нехорошие байки, а я изнывая от подлой измены, воды в рот набрав, гладю шторы и майки, когда она ночью за дверью скребется в замочную скважину не попадая. О, Господи, дай мне терпение горца всю вытерпеть это в кастрюльку рыдая и фартуком горькие слезы утерши, счастливым умело прикинувшись, мужем спросить, как работа и что там у тещи, услышав в ответ, что загадочного уже супруга храпит у стены как от тела поглажены майки и прибрана хата, обнявши жены необъятное тело, лежу словно памятник матриархата. А по ночам ко мне приходит домовой, приносит виски и вонючие сигары, я узнаю его всегда по перегару и аромату старой тряпки половой, криктя, как ежик на высокий табурет, он забирается с ногами по-турецки, и покинбардер, стопырив, как дворецкий, он начинает свой нехитрый этикет, сначала первый со свиданецом за встречу, и сразу видно, что ему уже полегче, а значит, сразу же здоровье повторой, и вдруг откуда ни возьмись, возьмутся свечи, и сам собой пропадает геморрой. А поутру на кухню хмурая, как черт, и неминуемая, как допрос в гестапо, жена заходит под шуршание старых тапок, и от предчувствий в душе чего-то щелк, кто хоть однажды это чувство испытал, не упрекнет меня, надеюсь, в малодушье, и пусть я вроде не чужой, а даже муж ей, я предвкушаю в лучшем случае скандал. А между тем, про мяблев тихо, засиделся, мой домовой куда-то сам собою делся, признаться, тот еще стеснительный герой, и как-то так, тих-так, не в так стучится сердце, и возвращается обратно геморрой. Так словно море, то прилив, а то отлив, дневной недуг уходит ночью безвозвратно, но каждым утром возвращается обратно, как бывший муж про то, что бывший позабыть, так раздражает всех паршивая овца, а вот расстаться с ней, признаться, очень трудно, так возвращается, наверное, сын блудный в объятии старого разбитого отца. И никуда мне, как отцу же, не деться, виной всему мое лирическое сердце. Видать, до смерти с ним придется куковать, стучит она во мне, как в колокол свой герцин, не уставая, милость к падшим призывать, а по ночам опять приходит домовой, и начинается ночной мой геморрой.